Пионер всему пример. Услышав эти слова, старшее поколение сразу вспоминает самое светлое время в своей жизни. Быть пионером было почетно. Этим званием гордились. Всего в рядах пионерской организации побывало более 210 миллионов детей. Пионерское знамя и значок, красный галстук на белой рубашке, лозунг «Будь готов, всегда готов» стали символами пионерии. Молодежи очень важно помнить об истории и не забывать традиции старшего поколения. Уже закончился районный смот-конкурс клубных объединений на базе библиотеки Великой Севской системы «Салют пионерии». Сейчас проходит у нас торжественная линейка, посвященная столетию пионерии. Дальше будет торжественное шествие по Светскому проспекту до площади Славы. В парке пройдет у нас квест-игра. И завершится опять же все на площади Славы под введением итогов, вручением благодарности и флешмоба. В мероприятии приняли участие ветераны пионерского движения, общественные организации, активисты школ, города и района. Победители Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери Отечества» продемонстрировали одно из показательных выступлений. Кадеты школы номер два четко чеканят шаг, каждое движение отточено до миллиметра. Мальчишки с гордостью представляют Великоустюгский район на различных конкурсах. Среди участников мероприятия есть и юноармейцы. Они вручили ветеранам небольшие подарки. Ребята, которые сегодня собрались на торжественной линейке, чуть больше познакомились с пионерским движением и узнали о его истории. Пионерия – это движение, которое помогало всегда взрослым, маленьким. Собирало макулатуру, металлолом, растения. Растения помогали и сажали, и все везде. Всегда были активистами, ходили на парады и помогали просто всем. Всесоюзная пионерская организация появилась 19 мая 1922 года. В Великом Остюге пионеры появились два года спустя. Пионерские организации принимали активное участие во всех общественных делах. Подростки занимались сбором макулатуры, посадкой деревьев и работали в колхозах. Наталья Филина когда-то работала старшей пионер-вожатой. Это время она вспоминает с гордостью и любовью. Вдохновителям и организаторам в то время у нас в Остюге были, конечно, старшие пионерские вожатые. Одна из них – Тамара Семеновна Луиева, о которой мы сейчас очень тепло вспоминаем. И ей обязаны мы тимуровским движением в нашем городе. Я стала работать старшей пионерской вожатой в своей родной школе. Эту школу я закончила. Закончила педучилище и пришла работать вожатой. И на протяжении 12 лет работала старшая пионерская вожатая в школе номер 2. Наша дружина носила имя Ивана Никитича Кожедуба. И ребята активно принимали участие во всех, во всех делах. Я им очень благодарна и по сей день, что они научили меня быть таким активным ребенком. Хотя моя пионерская юность проходила в этой же школе. И поэтому я осталась в своем родном коллективе. В 90-х годах пионерское движение распалось. Сейчас появились различные молодежные организации, которые продолжают многолетние традиции. Учат детей и подростков уважать старших и помогать младшим. Быть активным участником в жизни города и района. Идти только вперед. Быть во всем первым. Добиваться своих целей. Наталья Ивашевская, Антон Карев, телеканал «Русский Север».